О, новое видео по этому. Всё, взглянем. Генеральный спонсор канала – страйкбольный магазин Airsoft Rose. Всем доброго времени суток. Недавно я приобрёл себе вот такую пинбольную маску для игры в страйкбол. И тут же наткнулся на непонимание ряда подписчиков типа «Ко-ко-ко-ко-ко, это тема для маляров, где антураж?» Так давайте же сегодня разберёмся, где, мать его, антураж, и почему не стоит путать тёплое с мягким. Меня зовут Андрей Поэт, погнали. Начну издалека. Проблема запотевания защитных очков встала остро с моей самой первой игры в страйкбол. Долгое время я пользовался очками из перфорированной сетки, как единственным возможным вариантом, понимая, что лучше плохо видеть, чем не видеть вообще. С накоплением игрового опыта пришло понимание – сетка ограничивает моё зрение, а значит и эффективность. Я ловил себя на том, что часто не мог распознать противника на расстоянии или в тёмных углах. И я начал экспериментировать. Остановился на очках от FMA с боковым расположением вентилятора. Это были первые мои очки, которые не потели при очень активной игре на закрытом CQB полигоне Пулково 3. Не обошлось и без минусов. Из коробки линза этих очков была очень мутная и имела заметные искажения картинки на изгибах, плюс гудящий на ухо вентилятор, шум которого усиливался активными наушниками, которые, в свою очередь, использовались для защиты ушей от шаров. Тем не менее, с этим можно было жить, пока не встала потребность играть на площадках без отопления. При низкой температуре окружающего воздуха вентилятор оказался бессилен. К тому же, линза уже имела кучу мелких царапин, и её пора было менять. Отдельно линз в продаже на эти очки я не нашёл, а покупать ещё одни такие с багажом компромиссов был не готов, поэтому решил попробовать другие. Ранее Ampara Premium я не пробовал как раз по причине антуража, вернее, его отсутствия. FMA имели форм-фактор баллистических, противоосколочных очков, а Ampara Premium — форм-фактор строительных, коими являются. Но пришлось сделать выбор, исходя из задачи. А спонсором этого видео является Raid Shadow Legends. Это пошаговая коллекционная RPG, сделанная по всем канонам. Надоели гламурные мультяшные игры? В Raid Shadow Legends ты сможешь погрузиться в атмосферу настоящего тёмного фэнтези. Замечательная графика, детально прорисованные персонажи, и более 400 уникальных героев уже ждут тебя. Собери свой отряд, прокачивай и комбинируй умения, жертвуй одними героями ради прокачки других. А теперь ежедневные награды за посещение увеличены с 90 до 180 дней. Каждый день вы можете получать различные бесплатные награды от пополнения энергии, серебра и драгоценных камней, до осколков с новыми чемпионами, например, как скилла «Окрылённая». В Raid Shadow Legends можно играть как на смартфоне, так и на ПК абсолютно бесплатно. Так чего же ты ждёшь? Прямо сейчас переходи в описание под видео, качай рейд только по моим ссылкам и получи 100 тысяч серебряных монет, запас энергии, 50 рубинов, а также крутого чемпиона-палача в качестве бонуса. И поторопись, бонус будет действовать только следующие 30 дней. Удачи в рейде! Линза у Ampara Premium порадовала своим уровнем прозрачности. И, несмотря на отсутствие вентилятора, в том же Пулково не потело даже при очень потных катках, благодаря двойной термальной линзе. Это действительно отличные очки, которые я могу рекомендовать, но испытания низкими температурами они провалили точно так же, как и предыдущие. Блин, двойная линза и пантея. Да, такая же хуйня. Холодно потому что. Постоянно приходилось оттягивать маску и протирать линзу изнутри прямо рукой в перчатке. А что ещё делать, если нихрена не видно? Ну, натер бы мылом, средством для мытья посуды или антифогом. Только не надо мне советовать всевозможные антифоги. Пробовал, и это не панацея. В лучшем случае запотевание сменялось водяной плёнкой, через которую один хрен ни черта не видно. О чём это я? Пару таких игр, и линза приобрела кучу мелких царапин. Тогда-то в ход и пошла тяжёлая артиллерия. Лучше снаряга в розовом мультикане, чем пейнтбол. Пейнтбольная маска в тех же условиях, при низкой температуре, показала себя замечательно. Дело в том, что забрало у такой маски находится достаточно далеко от лица, а сама линза всё так же двойная, термальная. Пот солба не разъедает глаза, не течёт по лицу, а впитывается в специально обученный поролон, который после его испаряет. Дыхание надёжно изолировано от стекла, конструкции маски, есть защита ушей, можно повесить камеру. Намордник имеет лоу-профиль. В этой маске намного удобнее вкладываться в прицел, чем в моей предыдущей самостоятельной сборке. И это я ещё не говорю про вес. Шлем с камерой, очки с защитой лица, активные наушники для защиты ушей. Посмотрите, сколько это всё весит. И в этом не просто я хожу, а бегаю. С возрастом за такое шейные позвонки спасибо не скажут. А теперь давайте посмотрим на вес дайки с той же самой камерой. Ну, как вам? Плюс голова дышит, а не преет под куполом. Кто знает, может, играя в этой маске пару лет назад в Краснодаре, на жаре я бы не словил тепловой удар. Зачем я всё это рассказываю? Да тупо за тем, что находятся очень странные персонажи, которые не понимают очевидных вещей. Мне порой кажется, что такие люди напрочь оторваны от страйкбольных игр, как наш Солнцеликий от жизни, когда заявляет о том, что зарплата в 17К – это средний класс. Ты понимаешь, это тема для маляров. Где антураж? Я играю в CQB. О каком антураже в CQB говорят эти люди, когда на площадке от силы наберётся 2-3 игрока, действительно экипированных со вкусом и напоминающих своим видом реальных военных. У меня не потеет, и у тебя не должны. Не надо путать тёплое с мягким. Не надо мне писать, что у вас там какие-то очки не потеют. Это не имеет никакого смысла, так как все люди разные. Количество потоотделений у всех разное. Активность из телегры разная, экипировка и снаряжение разная, температура и влажность воздуха на площадке у всех разная. То, что ты целый час сидишь под кустом, охраняя лужу, и тебя обдувает прохладный ветерок – это не равно 3 часа практически без остановки носиться в замкнутом пространстве на значениях пульса, близких к максимальным. А вот моя маска с Алиэкспресса намного лучше. Нет ничего универсального. Снаряжение подбирается под конкретную задачу. И заметьте, я в данном случае волк в овечьей шкуре. Я-то как раз на вашей стороне, за антураж, но не в ущерб эффективности, потому что в первую очередь приезжаю играть и снимать, выполнять поставленную задачу, а не красивым стоять на респе. Уж лучше разовый мультикамп, чем этот ваш пейнтбол, блядь. Опять же, не надо равнять весь страйкбол под одну гребенку. Он разный. Игры разные, организаторы разные, правила у всех разные. Где-то щит защищает от гранаты, где-то нет. Где-то разрешены стробоскопы ЛЦУ, а где-то нет. Школьники постоянно спрашиваются... А со сколько лет можно играть в страйкбол? При этом совершенно не задумываясь о том, что некоторые организаторы проводят пострелушки для детей. Некоторые допускают с 14, а то и с 7 лет в сопровождении родителей, а где-то строго 18+. Где-то ролевка и полная военная симуляция с фотодопуском, а где-то воскресная педулова с прокатом и сетчатыми масками. Я бы с радостью поиграл в антуражный CQB с полновесными плитами и шлемом, ограниченным боезапасом до 30 шаров в механе и ранениями. С одним только условием. Это должно быть обязательным правилом допуска для всех. В противном случае это лишено всякого смысла, потому что когда все выглядят антуражно, есть атмосфера. Когда всем тяжело передвигаться, меняется темп и динамика игры. В противном случае мы имеем то, что имеем. Два антуражных игрока не сделают эту игру. Если в бочку с говном добавить ложку меда, это по-прежнему будет бочка с говном. Это и правда нужно объяснять. А ну где ли страйкбол играть можно, а? Огромное спасибо Александру Евгеньевичу с канала Red Army Airsoft и ребятам из нашего закрытого дискорд-чата, которые помогли мне визуализировать мнение общественности в этом видео. Также напоминаю про патреоны Бусти, подписчики которых получают уникальный контент, смотрят видео раньше и без рекламы, а также получают доступ в наш закрытый дискорд-чат. А на сегодня это все. С вами был Андрей Поэт. Пока.